Наташа, так уж сложилось много лет. Ты занимаешься разрешением конфликтов. Не просто изучением, но и разрешением в нашем регионе, что делать, начиная от Грузии, Азербайджана, Карабаха, Приднестровья. Работала в Крыму и теперь уже на востоке Украины в разной форме. И мы несколько раз говорили, но на этой стадии. Сейчас мы говорим о каком-то вялом, ну таком менее интенсивном конфликте. Всегда все вспоминают параллели замороженных конфликтов, это такой постсоветский, постсоветская реальность. Все-таки то, что сейчас происходит, мы, наверное, отдельно будем говорить про Крым, о Крыме и о Донбассе. То, что происходит на Донбассе, все-таки оно, вот ты как раз можешь сравнивать, потому что ты везде была. Что это напоминает, на что это похоже, насколько правильно эти параллели и какие тоже риски есть? Ну, я очень-очень люблю термин замороженный конфликт, потому что можно себе представить, что там ничего не происходит. На самом деле во всех этих системах все время что-то происходит, и мне больше нравится термин конфликт низкой интенсивности. То есть там что-то происходит, это не война, хотя возможны вооруженные какие-то действия. Это не война и смысл вот таких уже конфликтов малой интенсивности не в военной победе, а в том, чтобы измотать противника, измотать разными способами. Они становятся и изматывающими для самой стороны внутри тоже, потому что они превращают как бы всю систему конфликтов в ситуацию экономически плохую, социально плохую, культурно плохую, как бы люди везде живут плохо. Но это уже когда конфликт приобретает свою какую-то логику, и конфликт ведет жизнь людей, как бы, да, а люди не имеют никакого выбора, они следуют логике конфликта. Вот этот конфликт низкой интенсивности это то, что, к сожалению, мы сейчас видим на Донбассе. Не состоялось никакой военной победы ни у кого, по какой причине это уже отдельный разговор, не было возможности или не было желания, или так было нужно, или это был чей-то сценарий, другой вопрос. И сейчас вот он перешел этот конфликт низкой интенсивности, когда все равно ощущение небезопасности сохраняется, хотя относительно относительно все вздохнули, да, слегка, то есть стало поспокойнее, нет бомбардировок и так далее, но тем не менее эта война, она далеко не ушла, она как бы за углом, да, и создается некий вакуум, который можно использовать как в плюс, так и в минус. Из всех конфликтов, которые я знаю, в которых я работаю, никто в плюсах не использовал, то есть вот это время вялотекущего конфликта никто не использовал, я имею в виду из тех, кто принимает решения, конечно, никто не использовал для того, чтобы сближать стороны. Что это значит? Нам непонятно, но, с одной стороны, и минус не совсем очевиден, и тем более вот этот плюс, как можно использовать вот эту ситуацию? Ну, когда не стреляют, когда нет большой войны, это уже некое окно возможностей, да, по крайней мере для того, чтобы, когда у людей базовая потребность безопасности удовлетворена, да, то есть когда они уже просто не боятся физически выйти на улицу, там, и так далее, уже можно что-то делать, да, уже можно как-то интенсифицировать переговоры, они идут, то есть мы не говорим, что здесь отсутствует какой-то вообще мерный процесс, но у меня, тем не менее, как бы нет целостной картины какой-то стратегии, во всяком случае, со стороны Украины, да, если говорить со стороны Киева, да, какой-то целенаправленной и последовательной стратегии многоканальной в отношении Донбасса. Что это такое? Мы, я понимаю, что, вот я почему как-то хочется конкретнее, потому что, в принципе, все как-то понимают, что есть какие-то конфликты, есть какие-то там разговоры, диалоги, это все уже тоже происходит какая-то даже, я бы сказала, инфляция этих слов, но непонятно, ну что значит разговаривать, что значит там налаживать отношения, что это такое? Люди воевали, сейчас они, возможно, не стреляют, ну и что делать? Кто это должен? Наверное, правительство или кто-то другой? Ну, это должны делать все те, у кого есть влияние, я бы так сказала. Если это влияние есть только у правительства, значит правительство. Если есть какие-то другие, ну, центры влияния, так назовем, да, это может быть даже гражданское общество, если оно влиятельное и сильное, да, это могут делать и другие. Ну, я вам приведу пример, да, что я имею в виду. Например, экономическая блокада, то есть запрет на коммерческие отношения между предпринимателями, да, с одной и с другой стороны. С моей точки зрения, экономическая блокада не помогает Минску, да, она не помогает Минску или какому-то другому, да, формату политического урегулирования, потому что она разделяет, она создает сложности, она создает, она как бы на той стороне линии разделения, да, в так называемых республиках, люди уже начинают считать, как бы, а что мне лучше, стоит ли рисков мои связи с Украиной, бизнес, да, например, коммерческие, или мне проще переориентироваться на российских поставщиков и на российский рынок, там мне не надо платить взятки, условно говоря, там я могу спокойно пересекать границу, а это уже разрушает, разрушает какую-то некую связь, да, которая существовала всегда, и Донбасс всегда был очень интегрирован в экономическую систему Украины, да, то есть это иллюстрирует то, что нет одной такой большой целой стратегии. В общем, какие тогда риски, ну, то есть того, что вот если, если ситуация, ну, если там Минск немножечко, он как-то двигается про то, что им альтернативы нет, заявляют многие люди, там, в Берлине, Париже и не только, но о каком-то глухом, ну, там, такой тупиковой ситуации мы тоже говорим, то есть какие риски забороженных конфликтов для общества, для страны? Ну, во-первых, самый главный риск замороженного конфликта заключается для, давайте возьмем сторону, условно говоря, повстанцев, да, назвать, или сторону, которая пытается отделиться, сторону, у которой отсутствует вообще какое-то легальное право, да, и какое-то международное, она отсутствует в международной системе. Это мы видим во всех такого рода образованиях, это эффект изоляции, это эффект осажденной крепости, который влияет на все, начиная от психологии людей, да, как они относятся друг к другу, как они видят свое будущее, как они планируют, да, горизонт планирования становится один день, там, два дня, когда ты предлагаешь людям подумать о том, что будет через 20 лет, они просто не понимают, о чем ты говоришь, да, это вот эффект такой замороженности, ну, про экономические, там, осложнения я даже не говорю, то есть это катастрофически ухудшающееся качество жизни. Со временем такая ситуация становится нормальной, да, и это тоже очень благодатная почва для репрессивных режимов, для авторитарных режимов, режимов и так далее. Со стороны государства, от которого, как бы, де-факто отделяется часть, да, риски, в общем, тоже похожие, хотя они как будто бы меньше, да, потому что все равно это государство остается в рамках международного права, оно может продолжать свою экономическую жизнь, но все равно оно становится зоной высокого риска для инвестиций. Тоже надо сказать, что фактор существования вот такого конфликта, он тоже очень часто используется в политике, как поддержка, легитимация режимов, что мы, например, видим в Азербайджане, да, то есть атака на гражданское общество, она происходит под флагом того, что эти люди взаимодействуют с армянами, да, то есть взаимодействуют с врагом в разного рода миротворческих проектах и так далее, что способствует мобилизации, да, населения и поддержке существующего режима, статус-кво. Но такую ситуацию нельзя назвать нормальной, да, нигде. И вот такого рода государства и отделившаяся, там, маленькая часть, фактически независимая, но никем не признанная, да, и не имеющая никакого самостоятельной легальной жизни, да, они просто живут в тысячу раз хуже, чем они могли бы жить при решении. Каким будет это решение, я сейчас даже не говорю. То есть я не предлагаю все решать только в рамках территориальной целостности или в рамках отделения. Это все предмет для переговоров, и в истории, и в современной истории есть масса примеров такого и другого толка. Но у нас получается, словно говоря, такая бесперспективная, да, ситуация, когда люди живут, живут себе и живут, и развитие, собственно, тормозится во всех, во всех аспектах. И если этот конфликт затягивается, ну, ухудшается качество жизни, но что еще? Потому что это то, с чем, кажется, смиряются. Ну, нет интереса, как-то оно будет, мы себе здесь... Ну, такой конфликт, он периодически прорывается, конечно, как вы понимаете, всякими вооруженными инцидентами. Ну, посмотрите на Израиль-Палестину или на какие-то другие конфликты. Он может существовать спокойно, но это неустойчивая система, да, то есть все равно противоречия остались, все равно неразрешенный вопрос остался, и, как правило, нет договора о мире, да, то есть нет договора о ненападении или о неиспользовании силы. Поэтому все живут в ожидании чего-то, то есть никто не живет спокойно. Ну, вот сейчас то, что новое произошло за несколько месяцев, мы говорим про Крым. Это такая активистами крымско-татарскими созданная блокада энергетическая и экономическая, которая поддерживается. Они настаивают и говорят, что действительно это такой момент привлечения внимания украинского государства к вопросам Крыма, потому что очень мало обсуждается, помимо там каких-то заголовков, там реальная политика Киева по отношению к Крыму. Какие тоже есть, вот если смотреть на мировой опыт, да, какие есть тоже риски, и с одной стороны можно говорить, что наконец-то про Крым хотя бы как-то заговорили. И даже если смотреть на международные там медиа, которые могут там осуждать, не осуждать, это разные позиции, они пишут, что наконец-то не поняли, что оказывается там Крым зависим от Украины энергетически. Ну, собственно, для этого не нужно было рубить эти опоры, это и так понятно. То есть можно было просто сделать выкладку экономическую, и Крым зависим от Украины не только энергетически, но и по массе других параметров, да, и позиций. Это ни для кого не новость. Поэтому можно было все показать и доказать меньше и меньше крови, если можно так выразиться. К сожалению, Крым — это такая нетипичная ситуация, потому что аннексии не было очень-очень-очень давно. Крым я лично не рассматриваю даже как конфликт, потому что, собственно, субъектов конфликта нет. Нет двух конфликтующих сторон, которые спорили, 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 и в результате спора там один к одному из них отошел Крым. Такого и такого не было. Это совершенно иного вида, иного рода явления, операция. И многие говорят о том, что, и я с этим согласна, что это был не внутренний конфликт в Крыму. Это не было конфликтом между, условно говоря, Крымским Майданом и Крымским Антимайданом, который привел к такого рода ситуации. Нет, это была совершенно классическая аннексия с внешним вмешательством и так далее. Поэтому Крым и Донбасс очень разные в этом смысле. Но есть некая разница, которая тоже позволяет искать какие-то другие рычаги. В Крыму не было АТО, в Крыму не было войны, в том смысле, что люди не ассоциируют... То есть страх Украины или страх Майдана, или страх правого сектора, он был очень теоретическим в Крыму. Практически ничего там не произошло. На Донбассе правильно, хорошо или плохо, это другой вопрос. Но на Донбассе была война, и люди воспринимают, что это была война. И уже через какое-то время война стала причиной войны и причиной отторжения и так далее. В Крыму этого не было, поэтому здесь связь с Украиной, она очень странная сохраняется в Крыму. В Крыму есть другой минус. В Крыму, конечно, отрезаны какие-то юридические формы присутствия Украины. То есть Россия не отрезана. Они отрезаны в военном смысле, потому что там просто база и стоят войска. В отличие от Донбасса, где они как бы мигрируют и вообще как-то так себя странно ведут. Поэтому в отношении Крыма, я считаю, что это не вопрос разрешения конфликтов. Что может делать Украина как бы минимально, это не отторгать население, потому что это всегда важно. И мне кажется, что уже довольно очевидно, что если бы меньше отторгалось население Донбасса, то есть если бы не было блокады, если бы было какое-то там благоприятствование, благоприятствование человеческим контактам и гуманитарным контактам и так далее, то Донбасс не ушел бы так далеко, как он ушел сейчас. Самый популярный аргумент это то, что там есть люди с оружием, которые не дают возможность это делать, и это просто невозможно, это все очень теории. Хотя я знаю, что, например, ты там тоже работал над разными докладами, и особенно прибегая к какому-то примеру других стран о том, что можно делать в случае блокады, и как вообще экономически, и не только экономически, какая механика сотрудничества вот такой вот территории и остальной страны. То есть что на самом деле можно делать, потому что аргумент политиков очень понятный. Невозможно ни в каком случае. Ну вот это надо разобраться, как бы, почему невозможно ни в каком случае, почему нельзя возить легально продукты питания, например, или медикаменты, или одежда. Потому что нет контроля. Контроля зачем? Кому они попадут? Ну да, наверное, наверное. Но это вот как раз вопрос стратегии большой. То есть, конечно, мы не можем быть уверенными, что этот хлеб, условно говоря, или молоко, не выпьет какой-нибудь ополченец с оружием. Но если это молоко не дойдет до какого-нибудь там ребенка, допустим, да, этот ребенок, условно говоря, умрет от голода, да, или там что-то, или люди будут голодать, и они будут ассоциировать причины своего несчастья, своего голода и своей нищеты с Украиной, которая не дает этому молоку попасть на прилавки, да, по какой-то разумной цене, то вот война за умы и сердца, так называемая, или борьба за умы и сердца, она будет проиграна. Это, тут нет, конечно, ни одного такого хорошего рецепта. Но с моей точки зрения, если говорить о сохранении контакта, если говорить о том, что Натас сохраняется в украинском поле, и правовом, и политическом, и социальном, и экономическом, то эти связи рвать нельзя, и надо идти на такие риски. Если правительство готово, ну, если разорвать такие связи, это просто уже известно. Потому что есть мысль о том, что да, вот, ну, сейчас нет, наоборот, ослабится там все, и потом это будет никогда не нужно, там, Россия или кому-то, и будет легче все забрать. Ну, рассчитывать на то, что это не будет нужно России, можно, но это очень зыбкая такая почва. Ни один из предыдущих опытов, во всяком случае моего опыта, не показывает, что люди, которых ограничивают, да, в состоянии экономической блокады, что они возвращаются, или что они хотят больше вернуться, наоборот. Это даже противоестественно, как бы думать. Более того, святое место пусто не бывает, да, и мы это видим классически, там, Россия пользуется этим прекрасно, она чуть-чуть там подбрасывает денег, или она открывает границу для торговли, да, и все, и люди просто видят, с меньшими рисками они могут, там, жить, да, и зарабатывать себе на жизнь, и зачем рисковать. Тем более, что исходно нам особой большой любви и не было, да, так скажем, и были противоречия и так далее. Блокада, она просто делает ситуацию хуже, то есть никто не будет любить вас больше, если вы его поместите в состояние блокады. Если смотреть на международный опыт, какие тогда были способы, наверное, более-менее удачные, где бы доказывалось что-то противоположное, доказать, что это там одинаково плохо, ну да, мы говорили о том, что когда Грузия применяла подобную стратегию, которую она пересмотрела, да, это было негативно, там, разорвались поколения, и шансы, там, вернуть Абхазию и Осетию, там, уменьшились, да, и Грузия переориентировалась, она начала, наоборот, платить пенсии, приглашать людей и лечиться, но время прошло. Но как это, то есть, но негативные примеры мы все понимаем, но где же какая-то база доказательная для того, что если иначе делать, что-то может, да, и получить. Понимаете, есть разница между санкциями, которые вводит международное сообщество против каких-то режимов, да, против какой-то страны, ну, вот Иран, например, там, или Северная Корея, или Куба, да, это, как бы, одна история, и то, и то. Я бы сказала, что, может быть, Иран — это такое некое исключение, да, где санкции теоретически подействовали, но все равно санкции не действуют сами по себе, а просто тоже меняется геополитическая ситуация и становится выгоднее снять санкции, да, чем мне. То же самое с Кубой. Сейчас нужно там Соединенным Штатам с Кубой восстановить отношения, и поэтому ты снимаешь санкции, все, значит, вздыхают и благодарны тебе за то, что ты снял санкции, да, то есть когда нужно сыграть на позитиве, да, это работает. Когда санкции или блокада вводятся государством против своей части, это уже совсем другая история. То есть это уже, ну, как бы вам сказать, если рассматривать с точки зрения демократии, да, или демократического государства, и правового государства, многие вам скажут, что это неконституционно. То есть лишать граждан, части граждан, которые не нравятся, например, правительству, или не нравятся большинству, лишать их базовых, как бы, прав — это нарушение прав человека, если следовать формальной логии, правильно? Вопрос в том, как бы, насколько государство, как государство видит свое развитие и свое будущее, как правовое, как демократическое, как инклюзивное, или как-то по-другому. Это мы возвращаемся опять к вопросу видения стратегии, и вообще чего мы хотим, да, и куда мы движемся. Есть ситуации мирного развода, да, то есть в какой-то ситуации это может быть лучший вариант. Есть примеры, точно так же, там, изменение чего-то и преломление вот этого замороженного, вялого, низкого какого-то конфликта, да, где, там, ну, так уже сложилось, разошлись люди, там, ну, их развели, я бы сказала, да, но в других странах, исходя из чужого опыта, какие есть примеры, как работают с блокадами, с так званым примирением, да, с лом, который тоже, там, дефляция его тоже может произойти, что много о нем говорят, но что это такое, никто не знает. Ну, я вам могу привести примеры, например, Сербия и Косово, да. Сербия, ну, скорее всего, никогда, никогда, никогда не признает Косово отдельным государством, да, но что помогло в ситуации такого сближения Сербии и Косово, и отношения сейчас, те, которые, там, 10 лет назад невозможно было себе даже представить, это общая европейская рамка, ну, вот им повезло, они оказались все в поле Европейского Союза, Европейский Союз очень помог с этим диалогом, более того, сейчас существует торговля, официальная бизнес-отношения, коммерческие отношения между Сербией и Косово. Они придумали способ делать такую печать Косовскую, чтобы никак не намекать на ее государственность, там, Косово, дальше звездочка, а под звездочкой, там, мелкими буквами написано, согласно резолюции ООН, такой-то, такой-то, это не означает признание статуса и так далее, да, то есть, когда люди захотели, они нашли способ, то есть, они нашли, как сказать, сверхзадачу, которая для обеих сторон была очень важна, это членство в Европейском Союзе, Европейский Союз поставил условиям, что они должны, прежде всего, наладить торговлю между собой, и потом они получают свободный доступ на европейский рынок, это тоже было большим стимулом, и они это сделали, конечно, сербам это было очень сложно сделать, и косовским албанцам это было тоже очень сложно сделать, потому что общественное мнение было категорически против, что помогло, например, косовским албанцам пойти на некоторые уступки сербам, пойти на эту звездочку и на какие-то прочие вещи, выторговали сербы преференции для северного Косово, которое населено сербами, они, например, не платят НДС, и они просто этим пользуются, машина въезжает, и они ее обратно заводят в Сербию, и просто там 20% или сколько там НДС и себе получают, и косовцы на это пошли, потому что им нужно было быть транзитной территорией, и нужна была торговля. Так вот, косовским албанцам помогло то, что за вот такое сближение некой экономической Сербии выступал их премьер, который герой войны, такой общепризнанный герой, патриот и все такое прочее. Он взял на себя лично риск и ответственность за то, чтобы сказать так, мы меняем курс, мы идем на улучшение отношений, на диалог, потому что мы все хотим в Европу и так далее. В Сербии тоже было очень тяжело, потому что там националистические партии, конечно, были очень против. Но тем не менее, это все произошло не в один момент, там много лет шел этот диалог. Но это все возможно. Это возможно, если есть какая-то задача, под которую подстраивается, выстраивается стратегия. Вот сейчас пока у Киева я такой задачи не вижу. То же самое, но это уже совсем хрисоматийный пример, это Тайвань и Китай. Уж казалось бы, более сложного противника или соперника, чем Китай, придумать трудно. Но тем не менее, там тоже экономические отношения сыграли колоссальную роль. И вот спустя первый раз после Второй мировой войны китайские и тайваньские президенты встретились. А к этому подвело то, что между Китаем и Тайванем колоссальный торговый оборот. Они друг друга не признают, они тоже придумали всякие формы, кто это будет регулировать и как это будет регулироваться. Есть тайваньские инвестиции в Китай и так далее. И сейчас, может быть, будет какой-то политический процесс. Это все очень долго. Но это все возможно, если есть стратегия. Если нет поддержки общества и даже, более того, огромное сопротивление, потому что так уже произошло. Есть какие-то чувства, есть боль, есть обида, есть то, о чем много говорили. И мы понимаем, что в любой стране можно говорить о том, что ну как же это, люди не поддержат, они не простят, не смогут. Вот даже если мы говорим сейчас о каких-то поправках в Конституцию Украины, если мы говорим о изменении в пакете централизации, как такие вещи происходят? Потому что все же опираются на то, что люди против это, в принципе, демократично, население не очень поддерживает это. Ну, тогда это должно быть понятно. Я про это и говорю, Наташа, что стратегия не обязательно должна быть вернуть. Я не об этом говорю. Стратегия может быть какая-то стратегия развития. Мне более интересует, как тогда работать, я не знаю, политиком с обществом, обществу с политиком, когда действительно войной манипулируют, действительно там чувствами погибшими, взыванием к этому, говорят, что как же мы можем садиться за какой-то стол, и это становится популярным, не знаю, в медиа, в художественной, ну, в какой-то любой другой среде. Конечно, конечно, происходит героизация. Конечно, со временем состоится мифология. И, конечно, со временем это становится практически просто невозможно. Но пока, слава богу, здесь прошло не так, это не так долго существует, прошло не так много времени. И, возможно, очень важен разговор, ну, разговор в общем смысле, диалог, разговор, споры, дебаты внутри украинского общества. Украина, в конце концов, свободная страна. И не сравнить со многими соседями. Поэтому здесь есть все возможности для свободного выражения мнений и так далее. Есть разные медиа, можно их там критиковать, как угодно, но, тем не менее, есть альтернативы. Есть возможность высказывания альтернативных точек зрения. Есть возможность рассматривать альтернативные сценарии. Этим надо заниматься, просто нужно думать на эту тему. Я не знаю, какой сценарий победит, условно говоря. То есть, какой сценарий будет лучшим. Сценарий мирного развода тоже возможен, если это, так сказать, полюбовный развод и по согласованию, как там Чехия и Словакия. Ну, разошлись и разошлись. Все договорились и разошлись. Если нет, ну, давайте как бы рассматривать другие варианты. Пока вариант один вернуть, вот на официальном уровне, я других не слышала. В разговорах частных разное, скажем прямо. То есть, я не могу даже сказать, кого больше. Но я слышу и так, и мнение, и не нужен нам Донбасс, и мнение, что да, надо вернуть, и мнение, что там люди, и в общем, очень разное, очень разное поле такое общественное мнение в Украине. Но никто с ним не работает в каком-то таком конструктивном ключе, чтобы это наполняло повестку дня, чтобы это наполняло какую-то повестку дня серьезно и не отметало какие-то варианты, просто потому, что они не подходят сейчас политически. Если, когда будет ясность насчет того, что мы хотим, что вы хотите, что Киев хочет, что, я не знаю, Тернополь хочет, что Херсон хочет, когда это будет некое такое общеукраинское решение, тогда можно проще выстраивать стратегию. Насчет связи, как бы выстраивать это в диалоге с другой стороны, это, конечно, сложнее. Пока на данный момент это сложно физически. А Россия, например? Ну, и о России в том числе. Тут сторон не одна. То есть и Донецк, и Луганск это тоже сторона, безусловная, потому что, может быть, даже они не были стороной, но со временем они формируются как сторона, потому что образуется вот эта какая-то общность, общность судьбы последнего времени. То есть формируется как сторона, безусловно. И Россия сторона, наверняка, какие-то там переговоры ведут. То есть есть Минск, но, наверное, есть еще какие-то там каналы. Но если говорить о поддержке обществом, тогда этот весь разговор должен быть известен обществу, в пределах, которые позволяются. Если обществу преподнести решение, все равно кто-то будет против, потому что люди были выключены из процесса обсуждения. Я знаю такую интересную теорию, которая мне нравится, от чего зависит выбор страны, условно говоря, в мир или в войну. Он зависит от трех факторов. И вот это такая матрица. Значит, один — это личное предпочтение самого правительства. Вот они голуби или они ястребы. Второе — это соотношение, условно говоря, партии войны и партии мира в народе, в обществе. И третье — это чувствительность власти к голосу общества. И вот эта матрица, она как раз показывает, что и демократия может быть очень милитаризованной. Если общество по каким-то причинам за войну и власть, даже если она голубь, но она вынуждена считаться с обществом, она будет делать так, как требует большинство. То есть это очень такая непростая система. Поэтому я и говорю, что вот серьезного диалога между разными секторами общества и властью по поводу будущего и вообще как решать этот конфликт, я здесь не вижу. Есть, конечно, отдельные инициативы, но вот такого как бы стратегического усилия пока нет. Хорошо, спасибо. Будем смотреть, что будет дальше.